Сирийская арабская республика Всю ночь по позициям террористов нанесились артиллерийские и авиационные указы. С восходом солнца сирийцы выдвинулись вперед. Целью атаки был захват столовой, расположенной в глубине застройки авиационного училища. Продвигающаяся вперед пехота стеретовало серьезное сопротивление боевиков, для поддержки которой сирийская командовая направила в район боевых действий два танка и три БМП. Стоит отметить, что вход в авиационное училище находится под постоянным огневым воздействием исламистов, которые бьют во фланг наступающим войскам из района Амрия. Вся продвигающаяся техника попадает под отстрел из крупнокалиберных пулеметов, минометов, а также противотанковых комплексов. Дорога в училище неимоверно опасна, в чем мы сегодня сами убедились. Наш командир поприказал выдвигаться вперед в район училищ ВВС, чтобы поддержать огнем наступление. Мы въехали на территорию училища. К 11 часам при нашей поддержке пехоте удалось захватить здание столовой, которое еще называется «Тайнат». Наши БМП вывозили раненых с поля боя. Когда мы возвращались назад, в наш первый танк попали террористы из противотанкового комплекса «Тау». Наводчик и командир танка были ранены. Сейчас врачи борются за их жизнью. Старый советский танк не только не сдетонировал от прямого попадания современной противотанковой ракеты, но и продолжил движение вперед, избавляя ход. Одной из БМП повезло меньше. Во время движения был серьезно ранен ее водитель, которого тут же эвакуировали. А сама машина осталась стоять на поле боя. Сирийское командование вызвало ремонтную эвакуационную машину. Добуксировка в тыл будет произведена только ночью, чтобы обе машины не стали новой жертвой противотанковой ракеты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!